Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, и сегодняшняя наша встреча пройдет в питомнике компании Процветок. Поговорим мы о хостах. Хоста является излюбленным растением всех цветоводов. Не мудрено, ведь красота ее листьев просто поражает, а многообразие сортов позволит выбрать сорт на любой вкус. Цветки хосты не являются ее самым большим преимуществом, но окраска листьев, переходы оттенков, фактура листьев, их форма, размер и также очень большая выносливость делают это растение действительно незаменимым. Разнообразие хост так велико, что многие цветоводы-любители создают у себя на участках целые хостарии. Это садики, состоящие исключительно из разных видов и сортов хост. При создании хостария самое главное правильно скомбинировать сорта. Существуют три главные группы сортов хост по своей фактуре. Это высокорослые, раскидистые, это среднерослые и низкие. При покупке и планировании посадки хост обязательно нужно знать, какого размера она будет. Потому что комбинация крупной хосты с мелкой будет приводить к тому, что мелкая хоста будет проигрывать. Она просто поглотится крупным кустом, будет не видна или будет попросту невыразительно. Когда вы покупаете с хостой, обязательно поинтересуйтесь, какой у нее будет размер. Кроме того, нужно помнить, что величина куста хосты очень сильно зависит от ее местоположения. В тени, а вообще эти растения предпочитают тень и полутень, хосты будут в два раза крупнее. Листья будут крупнее, нежели чем в том случае, когда вы посадите ее на более солнечное место. Также нужно помнить, что цвет листьев хосты проявляется в условиях полутени. В тени может скрадываться светлая окраска на листьях. А вот на ярком свету, напротив, будет превалировать светлый оттенок. Поэтому, если вы хотите быть уверенным, что ваша хоста будет точно такой, как на картинке, в этом случае высаживайте ее в полутень. Несмотря на то, что существуют сорта, выдерживающие яркое солнце, все-таки для проявления полноценной красоты хосты высаживайте ее в полутенистое место. Отношение растения к влаге можно хорошо определить по форме его листьев и по характеру корневой системы. Если корневая система глубокая, с глубокими корнями, в этом случае растение выдерживает засуху. Своими корнями оно доходит до водоносных слоев и вполне не нуждается в поливах. Если у растения толстые, утолщенные корневища, это означает, что хоть оно и любит достаточное количество влаги, однако же способно переносить некоторое время и засуху, в корнях оно накапливает достаточное количество воды. У хосты поверхностная мочковатая корневая система, располагающаяся преимущественно в верхней части грунта. Это означает, что она довольно требовательна к влаге, высаживать ее надо на хорошо увлажненных почвах. Наличие на листьях вот такого же лобка указывает на то, что хоста стремится собирать дождевую влагу и проводить ее по этому черешку, как по водопроводу, непосредственно в середину растения к корням. Это еще раз указывает на то, что хоста весьма требовательна к влаге. Однако же она не выдерживает застоя воды, она не должна находиться в болотных условиях. Воды ей должно быть все время достаточно, но она не должна находиться непосредственно в воде. Отсутствие опушения на листьях указывает на то, что хоста совершенно не выносит засуху. Поэтому если вы хотите, чтобы хоста вас радовало, непременно поливайте ее в засушливый период. Хосты весьма требовательны к питанию. Они очень любят органическое вещество, много гумуса, поэтому весьма отзывчивы на заправку ямы при посадке и органическими, и минеральными удобрениями, а также весьма отзывчивы на систематические подкормки. В первой половине вегетации, особенно весной, ей требуются азотные подкормки. Мочевина, сульфат аммония, который будет немножко подкислять почву, это именно то, что требуется хосте. А хоста совершенно не любит известковых удобрений. Она очень хорошо среагирует на подкормки этими удобрениями. Во второй половине вегетации, когда она зацвела, ее необходимо подготовить к будущей зимовке. Именно в этот период происходит закладка новых почек, благодаря чему вы сможете и размножить хосту, или получить роскошный крупный экземпляр. В этом случае подкармливайте ее фосфором и калием, точно так же, как томаты. Правильно посаженные хосты в яму, полностью заправленную органическими, минеральными удобрениями, с правильным выбором местоположения, не создаст никаких проблем своему хозяину. Будет долго радовать его пышным и здоровым видом. Хосте разве что досаждают слизни и жуки. Слизни выедают листья, а жуки проделывают в них дырки. Между прочим, подмечено, что хосты, высаженные рядом с лесными хвойными, а это туи, можжевельник обыкновенный, другие виды можжевельника, очень хорошо себя чувствуют, во-первых, благодаря подкисляющему действию хвои опадающей, а во-вторых, защитному действию туи на хосту от слизней. От листоедов, пожалуйста, используйте безопасные обработки листвы в течение всего периода лета. Такими обработками являются обработки с помощью препаратов битоксибацелин и другими биологическими средствами. Ищите информацию на YouTube канале Процветок. Добросовестные интернет-магазины приобретают посадочный материал хост для своих покупателей в современных питомниках, которые ведут размножение хосты микроклональным способом. Благодаря этому хоста формируют мощную корневую систему и небольшую надземную часть, что очень удобно при пересылке. Благодаря этому даже в посылке, которая может идти продолжительное время, качество посадочного материала не снижает. Не ориентируйтесь на размер саженцев. Если он маленький, то и сорт будет маленький. Такая хоста достигнет своих сортовых качеств, что по размеру и фактуре, что полностью по окраске листьев за 2-3 года после высадки на постоянное место. Не бойтесь заказывать хосту в посылке в интернет-магазинах. Современным трендом в мире хост являются хосты с фиолетовым черешком. Они все еще являются редкостью, хотя первые такие сорта появились довольно давно. На этой, как мне кажется, приятной и светлой ноте я прощаюсь с вами. В надежде, что наша экскурсия по питомнику, про цветок и экскурс в мир хост вам понравились. Создайте у себя на участке, пусть небольшой, но все-таки хостарий, который будет содержать не менее десятка различных хост. Три крупные, три средние и четыре сорта небольшого размера. Пусть этот маленький рай будет радовать вас с весны до поздней осени каждый год, а вы будете проводить там приятное время. Всего хорошего и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!